Для православных христиан начался Великий пост. Он продлится 40 дней. Великим пост называют, потому что он самый важный и продолжительный пост в христианских церквях. Во время поста нельзя есть рыбу, мясо, молоко и яйца. В общем, 7 недель дается на то, чтобы очиститься духовно и телесно. На столе священнослужителей каши, разносолы, овощи. К этим 40 дням люди подходят с умом, меню продумывают до мелочей. Ведь в пост должны оставаться силы на молитву. Главной составляющей православного поста Великого является, безусловно, духовная составляющая. Она заключается в том, что человек, прежде всего, воздерживается от осуждения ближних, более тщательного исполнения своего молитвенного правила, если таково имеется у человека. Безусловно, это сохранение от себя, от всякого рода духовных соблазнов, ограничение деятельности в социальных сетях, интернете, если у кого-то есть предрасположенность к этой зависимости. Безусловно, духовный пост предполагает особое внимание человека к своим добродетелям, к добрым делам, которые нужно делать втайне. Не ешь досыта, оставь место святому духу – одно из главных правил поста. Но по подсчетам аналитического центра Юрия Левады, соблюдать правила в этом году планируют далеко не все, только 2% россиян. А почти каждый пятый хочет пойти на компромисс – поститься частично. На 7 недель россияне готовы ограничить употребление спиртных напитков. О таких планах сказали 30% опрошенных. Из них 12% точно уверены в своих намерениях. Между тем, еще 26% заявили, что не пьют и в обычное время. От развлечений готовы отказаться 19% россиян. А 15% респондентов на время поста собираются ограничить свою интимную жизнь. В церкви это называется самочинение. То есть человек сам себе чинит правила, которым следует. Если же, конечно, человек старается воцерковляться и хочет, чтобы благословение Божие над ним было, необходимо взять благословение у священника, обговорить с ним особенности. Потому что действительно, если только-только человек в церковь пришел, от него требовать полную меру возможного поста он не понесет. Хоть крещеных в нашей стране большинство, но все же россияне к посту и вере в целом относятся очень выборочно. Честно говоря, не постился. Отношусь положительно. Люди очищаются, духовно и так далее. Главное не ругаться. Никогда не постилась, но никак к этому не могу относиться. Вообще не положительно, не отрицательно. Отношусь очень хорошо, но сам не... А почему? Оно не имеет ко мне никакого отношения. Ну и вообще-то, ну как вам сказать, ну я не признаю этого. Я в этом ничего не разбираюсь. Спрос на религиозные традиции упал. Нынче масса людей собирают только крупные православные праздники, такие как Крещение и Пасха. Окунание в прору – процедура необязательная, но, как показывает практика, одна из самых популярных. Вот только непонятно, это истинная вера или же тренд. Алина Черненко, Станислав Владземный. Новости на Восьмом.